МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, толерадую компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуску. Наведение парадку на земле и работа со зворотами. Актуальные пытания обмерковывали на посаджении Абл-Канкама. За адвагу и мужность у Гомеля узнагородили видоводжцев, які выратывали людей на пожарах. Новые родовища, сучасные технологии и актуальные задачи. Беларусь на авто запросила журналистов у пресс-тур. А зараз об этом и іншим больше подробязна. На сегодняшнем посаджении Абл-Канкама разлежены широк актуальных пытаний. В приватности дадена оценка проведенным мероприемствам по наведению парадку на земле и проанализована эффективность работы со зворотами громадян. Думками специалистов подчеркнулись наши корреспонденты. Резолюция признает работу по наведению парадку на земле задовольняющей. После усебокового анализу ситуации комитетом природных ресурсов значных пытаний не возникало. Зроблено, правда, шмат. Пришим по широку позиций Гомельшина явный лидер. Удалось выполнить все пункты мероприятий, утвержденного республиканским планом по наведению порядка в части, касающейся Гомельской области. Если говорить о цифрах, то высажено более 127 тысяч деревьев и кустарников и еще 38 тысяч долей автомобильных дорог. Процент приживаемости составил 91%. Это один из лучших показателей Республики Молодец по приживаемости растений. Из 45 мини-полигонов, действующих в Гомельской области, 25 мини-полигонов были полностью рекультированы. Необходимо отметить, что практически половина районов в Гомельской области практически избавились от мини-полигонов и работают только на одном полигоне, где, в том числе, осуществляется сбор вторичных материальных ресурсов. Хотелось бы отметить, что сбор вторичных материальных ресурсов и увлечение их в оборот – это дополнительный плюс к экономике, в частности, Гомельской области. Это очень неплохой показатель. Хоть это совсем не значит, что все пытания выражены. Среди задач этого года – больше активная работа по особным сборам другостных отходов и их перепрасосы. Ну а по штуке, это тычется садоводницких товарыстов, где отходы совершенно не сортируют, а часом и в уголе выкидывают в ближайших лесных насаджениях. Плюс наведение парадков, каля сельско-эсподарших объектов, ловление земель, которые используются неэффективно, и борьба с инвазивными рослинами на кшталт баршевника Сосновского. До порушильников природоохонного законодавства применять меры администрационного реагования. Было проведено более 6 тысяч контрольных мероприятий, привлечено к ответственности более 800 лиц, и юридических, и физических. Сумма штрафов составила более 300 тысяч бурских рублей. Претензии выставлены на сумму более 900 тысяч белорусских рублей. Дальше выявляясь, порушения природоохонного законодавства будут не только ответные организации. Довольно шаста в таких фактах поведомляет насильство. Жить у сметти никто не жадает. Увагалю, в минулом году органы улада у сего зровня у Жихары Гомельской области звертались больше 25 тысяч разов. Пришим 4600 зворотов поступило непосредственно у Аблвыканкам. Средо наибольш актуальных тем работа жилево-коммунальной господарки, будовництво дорог и деятельность установ оховы здоровья в связи с пандемией коронавирусу. Проведенный анализ свечить, достатково значную частку огученных проблем можно было снять на местовом узровне. А пральшатого часто люди спробуют с допомогой державных структур вырешить уластные проблемы. В минулом году задоволено только 19% зворотов. В принципе, из этих 19% обращений половину можно было решить на местах, не обращаясь к вышестоящей организации. Значительная часть обращений носит мелкий характер местного значения. Это такие, как убрать снег, значит, не греют батареи, отопление. Также рост произошел и повторных обращений. Люди обращаются по 20, по 30 раз и в вышестоящие организации, и во все, как бы, в министерства, и вышестоящие организации. То есть сразу в несколько организаций одновременно пытаются решить свой вопрос. Олег Санцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадо «Компания Гомель». Сегодня у Гомеля пройшло ознагородживание переможцев областного конкурса «Выратовальник года». Дипломы отримали жихары региона, которые проявили мощность подчас пожаров, и унесли значную кладу работу по пропагандии, безопасности, жизнедеянности. Ознагороды уручали по некоторых номинациях. Сирот переможцев, старшини наглядальных комиссий, которые активно занимались створением безопасных умов проживания. Побач с ними – представники установы адукации, туризма и журналисты за особистую кладу пропаганду безопасности життедеянности. И, бадай, самая героичная номинация – «Завратование людей». Усяго в минулом году на Гомельщине зарегистровано 12 выпадков, коли допомогу при надзвучайных ситуациях оказывали непосредные видовожцы пожаров. Пять их сегодня отримали у знагороды с рук старшини облывыканка Магенадзи Соловья. После закончения церемонии они скажут, что такое, признание вельми приемное. Але сами себе яны героями не лечить. Страшно не было. Просто проезжал мимо, увидел горящий дом. Оттуда выбиралась женщина, сказала, что ее муж не может выбраться, потому что у нее сломано ключица. Я залез в окно и вытянул мужчину. За 2020 год таких случаев было у нас 12 моментов. Хочется отметить, что это все граждане, которые бросились в огонь для того, чтобы спасти людей, даже их не знакомые. Открытие новых родовища выбирается пляцовка, на которой распроцовывается одразу неколький сведровин. Цикаво, что такие вид бурения в Беларуси распространяются только в 2014-м, когда была набитая специальная установка. Она находится у нас на рельсовых путях и позволяет после бурения первой скважины перемещаться по рельсам на расстояние до 27 метров для бурения следующей скважины без разбора. То есть мы экономим время на подготовительные и заключительные работы, на монтажно-демонтажные работы. И если цикл разбора и сбора данной буровой установки составляет до двух месяцев, то цикл перемещения скважины всего лишь три дня. То есть мы не сняли эти два месяца. Сберегается не только час экономии и на коммуникациях на проведении линии электропередач. Например, на самом великом кусте на монтажно-демонтажных работах отрывалось изэкономить 14 месяцев. У грошовых вылечений это 7 миллионов рублей. На этой пляцовцы будут бурить четыре сведровины. Первую начали распроцовывать два тыдни тому. А наибуйнейший куст складается с 14-ти. Например, газу, что добывается за 24 годины, хопить для забеспечения двух тысяч семей у Икеи живут в шмат-поверховках. Такие установки есть не только на Рыщицком, но и на Карташовском нафтовом родовище. Отправляемся у Светлогорский район на сведровину Мармовицкой площади. Тут на пляцовце разместился целый комплекс. Парк техники, наличивая коля 21-ок. Журналистам демонстрируют инновационные технологии поддобычи нафты. Одна из них – плагин «Пёрф». Специалисты кажут, что часы так званой легкой нафты минули. В основном засталась тяжко доступная. Капдаяя добраться и потребны такие методики. Для забыващей нафты геологи делают шмат-стадин гидроразрыв пласта. Эта технология отличается от всех остальных тем, что мы увеличиваем масштаб охвата продуктивной части и закачиваем туда значительные объемы пропанта, жидкости разрыва и тем самым получаем высокие дебиты по нефти. В 2020 году по данной новой технологии плагин «Пёрф» уже реализовано 8 объектов. Мы затронули как классические коллектора, так и активы трудноизвлекаемых запасов. У планах закупка новой техники реагентов, капп технологии плагин «Пёрф» отримать якмага большь тяжко доступной нафты. Новоценная методика дозволяє экономить часы и гроши. Цикл освоения сведоровины отбывается на шмат худше, чем традиционными способами. До 2025 года «Беларусьнафта» с технологией плагин «Пёрф» планует выйти на замежный рынок сервисных послуг. Наступная кропка пресс-тура Хойницкий район. Все лето тут открыли новое родовище. На глубине 4200 метров отриманный прыток нафты дебитом 20 тонн за сутки. Это легкая нафта доброй якости. Дальше летостью Беларуси здобули на 20 тысяч тонн нафты больше в 2019-м. З уликом нового родовища все лето особливого геологичного интересу паудневая зона Припятского Прагину. В Лельшицком районе до оборудования первых послуговых сведровин планует приступить в 2023 году. В дальнейшем стратегия у нас это переход на южную структурную зону Припятского Прагиба. Это такие населенные пункты как Лельчицы, Ельск, Наровля. В этой местности мы планируем на правом берегу реки Припяти выполнить 5,5 тысяч километров квадратных принесут нам хорошую положительную динамику в приросте запасов и самое главное позволит нам стабилизировать и нарастить добычу нефти Республики Беларусь. Не глядяши на серьезный взросл завтра объединение Беларусь-нафта означает 55 годы планов на будущее у предприемства шмат. А в опыт, який тут назапашивать литерально что день обовязково допоможа у их реализации. Верна Северьянова Сергей Лукашук Телера дает компанию Гомель-Зречицкага Светлогорскага и Хойницкага районау. Министерство Аховы здоровья вызначило лепшее по якости и культуры медобслуховання установы краины. Ведомство подвяло выники за минулый год. Пераможцам сяродоадминистрационных территорий признана Могилевская в область. Другое место в Минской и третье в Хомельской. Что тычется лепших центральных районных больниц краины, то первой в этом списке опынулася Жлобинская ЦРБ. А лепший областный центр гигиенной эпидемиологии и громадского здоровья Беларуси размещены у Гомеле. Отказное батьковство. На переддне на базе Ирынинской гимназии у Гомеле отбылся батьковский форум. Мета мероприемства объеднать намаганне педагогов, а так само супрацойника урозных служб и организации деля попереджения подлетковой злочинности. Первая частка форума была присвечена групповым консультациям. Психологи, участковый инспектор, медики допомагали батьками детям разобраться в тех теньших житевых питаниях, тяжкостях во взаимоотносинах. Другая частка диалоговая пляцовка. Почас форума удельники вызначили основные задачи, необходимые для правильного выхования детей и молоди. Мы возьмем эти семьи на контроль. Ну и по концу учебного года мы посмотрим каков будет результат. Ну и конечно этих ребят постараемся не оставить без присмотра уже в летний период. Ну и таким образом наша работа будет продолжаться в течение вот этого года. Акажи допомогу, не заставайся обыяковым. Угомили супрационники ДАИ разом с областной организацией червоного крыжа провели акцию. На базе межрайонных регистрационных отдела ДАИ водителям рассказали как правильно оказывать первую допомогу подчас ДТЗ и инших экстремальных ситуаций. Так само проверили навыки и веды автоматров на практице. Основная мета акции притягнуть увагу людей до проблемы дорожно-транспортного травматизма. Совместно с представителями Красного Креста решили напомнить водителям, автовладельцам о том, насколько важно оказать помощь человеку, которому она нужна. Рассказываем, какие могут быть последствия за скрытие с места происшествия, как в тех случаях, когда пострадал человек, так и в других случаях, когда просто транспортное средство получили механические повреждения. Эффективная работа у интернет-просторы. Сегодня у Гомерей прошел научальный семинар, организованный областной организацией Белой Руси. Сирот запрошенных, члены громадских объединений, які у своих первичках отказывают за размещение информации у социальных сетках. У якости лектора выступали журналисты и фотокорреспонденты периодичных выданий. Як быть актуальным у интернет-просторы? Як повеличить колькость подписчиков? Як робить яркие запаминальные фотосдымки? На гэте и не только пытань не поспробували отказать судельники. Наши первичные организации, районки наши сами ведут свои странички в социальных сетях, в интернете и делают это так, как они умеют, как они это понимают. И мы понимаем, что зачастую на этом поле мы немножко проигрываем. Поэтому нужно людей научить. Мы пригласили людей, специалистов, которые смогут нам показать, рассказать, поделиться своим опытом. Три наставники гомельских мастаков. У Палаца Румянцевых и Паскевича открылась выстава живопису трех выбитных мастеров Гомельщины Бориса Звеногродского, Акима Шаученки и Виктора Казаченки. А кроме живопису, Звеногродский працавал мастаком у Лялечным театры, сценографом у народного артиста БССР Алексея Рыбальченки и на протяжении сего часа наставникам молодых творцев. Коллега Звеногродского Аким Шаученка працавал керавником и инструктором у Доме народной творчасти у Гомеле. Самым знакомитым его учням можно назвать Виктора Казаченку. Адораны живописец узначали у мастацкую студию при Палаце Чигуношника у Пасля Звеногродского, где выкладал больше, как 35 годов. Он дал путевку в житие многим сучасным гомельским мастакам. Вы видите, они все работают в реалистической манере. Во-первых, во-вторых, это их вклад в педагогику, самый интересный момент еще и третий, это то, что масштаб личности и судьба рассказать можно, конечно, о тех, кто пережил войну, кто действительно уже на этом расстоянии. Понятно, что же они достигли в своем творчестве, что это было за время и что это были за люди. Гэты, а так сама иншая новинная информация об проектах телерадиокампании Гомель вы можете найти на нашем сайте по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев здравствуйте. В Ельском районе в лесу заблудился 17-летний парень. К счастью, его нашли и доставили домой. Студент Полевского аграрного колледжа возвращался с учебы из Калинковичей домой в деревню Ленов Наравлянского района. Добрался до Ельска, но опоздал на автобус, идущий в деревню. Решил идти до нее пешком. Чтобы сократить путь, пошел через лес, где и заблудился. Плутал до двух часов ночи, после чего замерзший обессилевший позвонил в милицию и попросил о помощи. Милиционеры по указанным ориентирам нашли парня, отогрели в машине и отвезли домой. В Добружском районе задержаны браконьеры. Нарушителям природоохранного законодательства предстоит возместить нанесенный природе ущерб. Инспекторы охраны животного растительного мира вместе с милицией задержали шестерых нарушителей на водоеме у деревни Слобода. Браконьеры ловили рыбу запрещенными орудиями, петьюжаками и острогой. В лове оказалось 38 рыб, из них 34 особи щуки. Стоимость ущерба от этой рыбалки оценили в 3 с лишним тысячи рублей. Напомним, что с 1 марта в большинстве регионов Беларуси, за исключением Витебщины, вводится запрет на лов щуки, который продлится по 15 апреля. За прошедшие сутки в области не зарегистрировано ни одного пожара и не произошло ни одного серьезного дорожно-транспортного происшествия. И это была последняя новость этого выпуска. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Непростая победа в Гродно. Женский гонбольный Гомель провел очередной матч в чемпионате Беларуси. Городничанка смогла потрепать нервы действующему чемпиону. Хозяйки площадки после первого тайма и вовсе шли на сенсацию, выигрывая у гостей один мяч. После перерыва команда Томжа Чаттера все-таки смогла взять игру в свои руки и одержать пусть и не очень уверенную, но победу 26-23. Самая результативная в составе гонбольчанок Виктория Дивак 6 голов. В турнирной таблице Гомель сохраняет за собой первое место. Мозырская славия, находящаяся сейчас на сборе в Бресте, провела спарринг с представителем чемпионата Украины. Волынью и Злудском зря не уступили 0-2. Речицкий спутник в Бобруйске встречался с Белшиной. Хозяева праздновали победу 3-2. А вот футбольный клуб Гомель сумел обыграть своего соперника на поле крытого манежа стадиона Луч в областном центре Зелено-Белое встречались с Держинским арсеналом. Дубль войсковый и один гол Батищева принесли победу Хозяева. После перерыва гости ответили лишь голевым ударом Кийко. Победа Гомеля 3-1. В Жлобинске, Металлург и Витебск 26 февраля начнут двухматчевое противостояние за право остаться в элите белорусского хоккейного чемпионата. Первый поединок пройдет в Витебске начало в 19.00. 28 команды сыграют уже в Жлобине. Этот матч стартует в 17.00. В Гомеле проходит Кубок Беларуси по тяжелой атлетике и сильнейшие спортсмены страны выясняют отношения на помосте расположенном в спортивном клубе Гомсельмаш. Наш областной центр несколько десятилетий не принимал состязаний такого уровня среди тяжелоатлетов. Однако Гомель давно зарекомендовал себя как надежная площадка для проведения детских и молодежных стартов. Поэтому Белорусский тяжелоатлетический союз не рисковал, когда предложил провести столь важные состязания именно здесь. Все довольны, команды, спортсмены. Проходит все хорошо, все организовано. Претензий нет. Поэтому будем дальше в Гомеле проводить соревнования, может быть, включая и такого же уровня, в дальнейшем. Кубок Беларуси собрал практически всех сильнейших из-за пандемии у тяжелоатлетов, как и у представителей многих других видов спорта, есть соревновательный голод. Ковид значительно урезал как внутренний, так и международный календарь, а потому важен каждый старт. К тому же перед Кубком стоит вполне конкретная цель. Эти соревнования очень важны, поскольку они являются отбором перед чемпионатом Европы, который будет в начале апреля в Москве. А чемпионат Европы в свое время это отбор к Олимпийским играм, поэтому значимость в данных соревнованиях очень высокая. Практически вся национальная команда будет выступать, за исключением нескольких человек, которые имеют определенные какие-то микротравмы, поэтому мы хотим их, конечно, поберечь для того, чтобы они напрямую поехали уже на Европу. Завершится Кубок Беларуси 27 февраля. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.